Друзья, мне прислали пуленепробиваемый чехол для айфона 7 из Aramida и сегодня мы с вами будем это проверять. Поехали! Это первый видеоролик в марте месяце, поэтому я запускаю конкурс и в этом месяце мы будем разыгрывать вот такую колонку это Blitzwolf BWF4. Недавно у меня на канале был обзор. Тем, кто не видел, обязательно посмотрите, нажав на буковку И в правом верхнем углу. Ну, конкурс на эту колонку будет длиться один месяц, поэтому, друзья, у вас есть ровно месяц, чтобы принять участие в нем. Условия без репостов, вы их найдете в описании под видео, так же, как и ссылка на актуальные конкурсы тоже будет в описании. Все довольно просто, не вижу преград не участвовать в этом конкурсе. Поехали еще раз! Согласитесь, что множество чехлов на рынке просто уродуют телефоны своим видом. Вот, например, мой страшный чехол для Xiaomi, который явно не придает ему шарма. Но инженеры и дизайнеры из Питаки решили это дело исправить и решили создать красивый чехол. Но, конечно же, только для топовых телефонов на рынке. Для айфонов, но еще есть версия для Galaxy H7. Ай, питака.ком прислали мне чехол на обзор. Это очень непростой чехол. Уже даже на коробках досмотришь, понимаешь, что держит что-то интересное и явно не рядовое. В комплекте есть стеклышко для экрана для полной защиты. Он сделан не из обычного материала, а из аромида. Я тут погуглил и постараюсь вам кратко рассказать, что это такое. Аромид – материал, который находят самое разнообразное применение. Его используют в композиционных материалах в виде армирующего волокна. Каски, бронежилеты, комбинезоны – все эти предметы на основе аромида способны защитить от пуль и огня. Их носят летчики-испытатели, военные, столевары, пожарные и другие представители опасных профессий. Два основных качества аромидной ткани. Высокая термическая стойкость, он выносит соприкосновение с открытым огнем до 50 секунд. И второе качество – чрезвычайно высокая прочность. Аромид в 5 раз прочнее, чем сталь. В этом видео мы с вами проверим этот материал на прочность. У меня сегодня есть абсолютно законная воздушка Gamo Shadow RSV с оптикой. Ее мощность до 7,5 джоулей. И прежде чем пострелять, давайте хоть посмотрим, как этот чехол выглядит-то. А выглядит он просто офигенно. Ну вот очень круто. У меня есть iPhone 7, вот он. Но правда он не включается, и в нем, наверное, вместо мозгов и процессора и всех остальных комплектующих кусок металла внутри. Но тем не менее, этот дамифон мне поможет понять, как этот чехол сидит на телефоне. И сидит он очень плотно. Здесь есть даже инструкция, как его правильно одевать и снимать, чтобы ничего не сломать и не поцарапать. Но выглядит он просто отпадно. Ну, красавчик, по-другому не скажешь. Он очень легкий и тонкий. Над экраном он не выпирает. Видимо, поэтому здесь и положили защитное стекло. Цена, кстати, его около 50 долларов. Ссылку я оставлю в описании. Так же, как и скидку от Letyshops. Не забывайте ее использовать, если будете покупать. Ну что ж, ребята, идемте, постреляем. Ну вот, ребят, все подготовлено. Пневмооружие готово. 0-4 со слоу-моушеном на подтанцовке тоже готов. Ну, давайте пробовать прострелить чехол. И первый выстрел будет сделан чехол с дамифоном. Хочу напомнить, что там не настоящий телефон. В нем наверняка внутри кусок металла или что-то типа такого. Ну, ладно, давайте прострелим уже. Давайте. Не попасть бы в Note 4. Ух! Нифига себе, как отрикошетило куда-то. Ай-яй-яй! Ну вот, посмотрите на это. Да, немножечко есть пробоина, но она не сквозная. Хотелось бы сделать сквозную. Сейчас попробуем сделать сквозную. Снимем чехол с айфона и посмотрим, как он это все дело прострелит насквозь. С другой стороны, это выглядит вот так. Наверняка без айфона воздушка пробьет этот чехол насквозь. Заряжаем. О, блин, как порвал. Главное, что целился-то я куда-то в середину, а попал вот сюда. Вот как его порвало прям. Видны все волокна. Ну, прострелим еще раз. Да! Главное радости, как у ребенка, ей-богу. Вообще, куда-то улетел. Ух ты! Вот, друзья, что осталось от чехла. К сожалению, он не выдержал выстрелов в 7,5 джоулей. Конечно же, нужно немножко потолще материал, чтобы он выдерживал. Ммм, ну, ничего. Мы как бы проверили, пуленепробиваемый ли этот чехол. Оказалось, что он не пуленепробиваемый, но все равно материал, из которого сделан этот чехол, он достойный. Так, вот здесь, кстати, отщепился кусочек. Вот тут вот трещинка появилась. Угу. Вот эта окантовка, она пластиковая. Вот такие дела. В принципе, вы все видели сами. Когда внутри этого чехла телефон, то пневморужье ничего не пробивает. Это еще наверняка из-за того, что внутри этого игрушечного телефона лежит кусок чего-то твердого. А вот стоило бы мне просто поставить чехол без телефона, и он застрелился. Ну, то есть, прострелился. Если бы этот чехол был просто пластиковый, или, как сейчас модно говорить, из поликарбоната, он бы наверняка разлетелся на части. В данном случае мы видим, что нетронутые части выглядят как новые. Ну, а там, где чехол прострелен, видны композитные волокна. Слишком уж тонкий слой арамида. По-моему...